Продолжение следует... Продолжение следует... Как по поводу труда, так и по поводу отношений церкви и нации, по поводу войны и мира и так далее. Есть много замечательных идей, введенных туда из католических документов, но не без определенного их перевода на язык православной церкви. Поэтому изучать такие документы очень интересно. Если взглянуть на документ, на его основную часть, я сразу же попросил своих студентов рассмотреть его главы на одном из семинаров. Что меня удивило, так это то, что в целом отношения между церковью и государством в понимании православных очень похожи на то, как их видят католики. Более того, документ начинается с изложения богословских оснований и рассказа о том, что следует ожидать от церкви, о том, какой вклад церковь делает в общее благо, в благосостояние общества. Я вынужден признать, что этот текст лучше, чем то, что мы находим в учении католической церкви. В начале документа присутствует мысль, хорошо известная в православной традиции, но не имеющая близкой параллели в католической церкви. Говорится, что только благодаря церкви и через нее происходит обожжение твари. Церковь осознает себя телом Христовым, обновленным во Христе человечеством. Она и отделила себя от мира и является неким сочетанием одновременно и божественного, и человеческого. И в этом изложении церковного учения церковь является свидетельствованием о Христе, и поэтому она стремится не оставаться в стороне и участвовать во всех аспектах жизни общества. Это мысль о выполнении своей задачи, своей миссии по спасению сообщества людей. Элементы подобной экклесиологической позиции можно найти в католической традиции, но она не является частью социального учения в католической церкви. Она, скорее, так сказать, скрыто содержится в ее экклесиологии. Это несколько необычная для нее идея. Вы, может быть, знаете, что в католической церкви, я это говорю в связи со второй главой документа «Церковь и нация». Нам не так привычно понятия, которые довольно часто встречаются в нем – «нация» и «национальность». Мы привыкли говорить о национальном государстве и обычно имеем в виду его. В документе русской православной церкви удивляет именно то, что понятие «нация» немедленно разделяется. Оно понимается двоято, чего никогда не бывает в католических документах. Во-первых, «нация» может пониматься как этническое понятие, так сказать, «этническое единство людей», что отсылает к Ветхому Завету, народу Божьему, этнической общности евреев, которая является в нем самоочевидным понятием. Это то, что я никогда не встречал в католическом документе. Второй смысл понятия – тот, когда слово обозначает граждан государства, то есть мыслится национальное государство. А затем в документе предпринимается попытка соединить Вселенскую правду с Эрбией и ее всеобщность с христианской идентичностью, построенной на национальном принципе автокефальных национальных церквей. В общих выводах, как в отдельных главах, много внимания уделено взаимоотношение между церковью, национальным государством и русским народом. Так говорится, например, что христианский патриотизм должен быть деятельным. Эту мысль, пожалуй, не найти ни в одном изложении католической социальной концепции. Например, дважды или трижды говорится о том, что православная церковь благословляет российское воинство. О том, что церковь должна нести людям мысль о том, что нужно с готовностью принять смерть за веру и отечество. Понятие отечества и патриотизм упоминаются в документе довольно часто. Это двойственное понимание понятия нации относительно этнической принадлежности и касательно национального государства является интересным, так как один из недостатков католической церкви это то, что, например, в Бельгии в одной из частей страны существует фламандский национализм как разновидность освободительного движения. И одна из проблем этого движения, если оглянуться на историю, в том, что между церковью и фламандскими националистами никогда не было тесного взаимодействия, ведь римская католическая церковь всегда считалась сторонницей национального государства и не входила в вопросы этнической принадлежности. В документе также указывается, что нацию, то этническая нация или национальное государство нельзя обожествлять. Есть там и критика национального государства, а также ясно выражена мысль о том, что, цитирую, русская православная церковь должна бороться с агрессивным национализмом, ксенофобией. Обо всем этом упомянуто. Можно сказать, там есть умеренное приятие национализма. При этом он поддерживается больше, чем это могло бы быть у католиков. Возможно, за этим стоит определенная эклесиологическая позиция. Речь идет о павто-кифальной автономной церкви, в отличие от католической церкви, основанной на идее вселенского характера. Хотя православная церковь также заявляет о своей вселенской природе. Это сложный богословский вопрос. Считаете ли вы, что различия в социальной концепции католической и православной церкви как-то связаны с вероучительными различиями? И если да, то с какими его моментами? Не думаю, чтобы их истоки были в вероучении. Приведу еще несколько примеров. Относительно труда, точка зрения православной и католической церкви совершенно совпадает. Например, католическая церковь со времен документа Рерум Новарум утверждает, что действительно существует право на труд, но аргумент в его пользу, его основание в обязанности трудиться. Все и каждый, а это следует из библейского рассказа о сотворении мира должны трудиться. Люди должны помнить, что они образ и подобие Божие, они создатели и со-вздатели. И, созидая вместе с Господом, они исполняют волю Божию о Его творении. В этом заключается идея обязанности трудиться, на которой основывается право на труд. Или возьмем другой вопрос, вопрос собственности, по которому обе традиции поддерживают одну и ту же позицию. Я бы сказал, что если посмотреть на него с точки зрения вероучения, обе церкви прежде всего заявляют, что миром владеет лишь один хозяин. И этот хозяин Бог. Земля принадлежит Господу, и следовательно, можно сказать, что земля принадлежит всем нам. У каждого должно быть довольны средства для достойной жизни. И в то же время, когда речь заходит о богатстве, в документе говорится, что богатство не дает счастья. Так что текст дистанцируется от древних благ. И в этом настоящее сходство. Все пункты, по которым у нас есть различия, отличия между двумя традициями, мне кажется, связаны не с вероучительными моментами. они связаны с экклесиологией, а это уже в некотором смысле то, как мы смотрим на отношения двух церквей с государством. Я имею в виду вопрос национализма и то, как трактуется патриотизм и действия армии на благо людей. Здесь есть некоторые отличия. Верно ли было бы сказать, что если бы инопланетянин прилетел на Землю и прочитал эти два документа русской православной и римской католической церкви, он бы решил, да это же практически одна и та же церковь, только формулировки разные в силу различных обстоятельств. Вероятно, так бы и случилось. Приведу еще один пример. В документе есть глава о преступлении, наказании и перевоспитании. Изложение начинается с того, что задачей православной церкви, как и католической, является служение делу мира. Надо признать, что в самую глубину личности человека в его сердце может входить тьма, и поэтому церковь призвана приносить людям свет. Этот свет можно приносить в виде действенного предотвращения зла, действенного обучения души настоящим нравственным и духовным ценностям. Это и есть предотвращение зла, его первое составляющее. Вторая составляющая этого деятельность в тюрьмах работа с заключенными. И здесь тоже сходная ситуация. Обе церкви выступают против пыток, обе церкви призывают к человечному отношению к подозреваемым и осужденным. Например, они требуют от священников особого пастерского подхода в работе с заключенными. Далее существует вопрос смертной казни. История обсуждения проблемы точно такая же. В прошлом смертная казнь не отвергалась обеими церквями, но теперь нет. И об этом недвусмысленно заявлено в документе. как равным образом и в католической традиции это так с 2000 года, когда Папа Иоанн Павел II в катехизисе высказал мысль, что возможно следует отменить смертную казнь, так как она делает исправление невозможным. Она не является наказанием, допустимым с христианских позиций, потому что наказание не может рассматриваться в качестве мести. Мы разделяем и эту мысль тоже, мысль об очищении и исправлении. Нужно давать людям возможность изменения, второй шанс. нужно идти к этому. Именно это самое важное. В католической традиции мы не используем слово «моженое». Именно это понятие стоит за позицией обеих церквей по отношению к преступлению и наказанию. Ваши объяснения и комментарии создают у меня стойкое впечатление, что те, кто создавал социальную концепцию русской православной церкви внимательно читали документы католической церкви. Как вам кажется? Что ж, тут можно возьмем, например, другую тему. Война и мир. Явственно видно, что в этом документе используется латинская западная традиция, понимание справедливой войны и пропорциональное обоснование, применяемое в ее развитии, взято из этой традиции. Я говорю о принципах ведения войны. Например, в документе прослеживается критерий, который мы обычно называем принципом развлечения. «Необходимо различать участников боевых действий и мирных жителей. Такие средства, как атомные бомбы или биологическое оружие, неприемлемы, потому что они проводят различия между участниками боевых действий и мирными жителями. Следовательно, это морально неприемлемые виды оружия. Эти идеи также фигурируют в документе православной церкви и являются примером того, как можно помогать друг другу в выработке убедительной христианской позиции по вопросам войны и мира. Важно учиться друг у друга. А почему это важно? Наверное, еще один пример мог бы стать иллюстрацией. Католическое учение сталкивается с большими трудностями в шоссе преподавания тем по экологической этике и фундаментальной этике. Эти трудности проистекают от того, что в прошлом наша традиция занимала позицию с явным акцентом на антрополюгии в ее центре был человек. Обсуждение и осмысление этой явно антропоцентричной позиции в этой связи как в диалоге с секулярным обществом Западной Европы, так и в аспекте проблематики защиты окружающей среды помогло бы нам научиться кое-чему православной стороны, в которой, как мне кажется, антропоцентрическая позиция никогда не становилась настолько сильной и где поддерживался взгляд, который я называю антропоцентрическим, богочеловеческим. При этом подходе человек не становится автономным, у него относительное, а не абсолютное автономие в том смысле, что в православной традиции человек всегда определяет себя по отношению к Богу и тому, что такое Бог для нас, не только для нас как твари, но и для всего сотворенного. Человек здесь в центре внимания, но не в абсолютном, а в относительном смысле. Поэтому, мне кажется, с православной точки зрения призыв бережно относиться к окружающей среде будет даже более понятен. Мы могли бы помогать друг другу и учиться друг другу. У каждой церкви появились свои особенности, но у нас общие истории. Все эти вопросы, конечно, можно обсуждать. Именно этот взаимообмен в понимании традиций поможет нам создавать будущее христианства. Профессор, большое спасибо вам за замечательный анализ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...